Почему трясет Центральную Азию, если опасность для нашей страны? Подписывайтесь на обновление и точно будете в курсе всего самого важного. Серия землетрясений, последовавшая после катастрофического землетрясения в Турции, обеспокоила многих пользователей. Возникает вопрос, почему трясет только Азию? Другой вопрос, почему в последние годы землетрясений, в том числе с большей силой, стало больше? Чтобы получить ответы на эти вопросы, побеседовали с Махабадом Хосейном Чараги, экспертом по сейсмостойкому строительству Иранского университета науки и технологий, который имеет 15-летний опыт работы в области сейсмостойкого строительства. И первый вопрос, из-за чего происходят землетрясения? Под поверхностью земли находятся горные породы и тектонические плиты, которые, двигаясь, способны сближаться, раздвигаться или смягчаться относительно друг друга. Землетрясения, которые происходят в анатолийских регионах Турции, Иране, Таджикистане и Туркменистане, происходят из-за сдвига тектонических плит Индии, Аравии и Африки в направлении тектонических плит Евразии, то есть России. В разные периоды тектонических движений образовались следующие горные системы и хребты, Альпы в Европе, Эльбус и загроз в Иране, Гиндукуш и Гималайи в Азии. Когда плиты сближаются, энергии внутри земли накапливаются, и горные породы поглощают ее. Это похоже на то, как если вы сожмете вместе два запястья своих рук и будете держать их в том положении, но потом рано или поздно не в силах будете сдерживать напряжение, вы разомкнете запястья. Это то же самое происходит в горных породах под поверхностью земли. Иногда между тектоническими плитами накапливается напряжение, которое в определенный момент резко освобождается. В таком случае происходят катастрофические землетрясения. Но главный вопрос, почему землетрясения чаще происходят в Азии? Например, после разрушительного землетрясения в Турции произошла серия землетрясений на территории Центральной Азии, которые напугали именно людей. На что Мохаммад Хосейн Чараги ответил. Как я уже говорил, у нас альпийско-гималайский сейсмический пояс, который находится на границе основных плит между Индией и Евразией. Сначала было землетрясение в городе Хой в Иране, затем землетрясение в Турции, затем последовало землетрясение в Таджикистане и Туркменистане. Взаимосвязь очевидна. Пояс находится на границе основных тектонических плит, где две плиты сталкиваются друг с другом. И, наверное, один из самых волнующих вопросов. Прогнозируют сильнейшие землетрясения в ближайшие несколько лет в Азиатских странах, в том числе в Центральной Азии. С чем эксперт согласился? Я сам нахожусь в Иране и уверен, что в Тегеране произойдет сильное землетрясение. Землетрясения имеют цикличность. Представьте, только что есть горные породы, способные выдерживать энергию в течение 100 лет. Но однажды произойдет всплеск накопившейся энергии. Дело в том, что арабская, индийская и африканская плиты постоянно движутся в направлении русской плиты. То есть, если у нас в этом году было землетрясение в Таджикистане и в Турции, то через 60-70 лет они могут произойти вновь в том же регионе. Самое главное – использовать уже имеющийся опыт. Многое закреплено в правилах и кодексах строительства жилых зданий, сооружений и электростанций, которые есть у Америки и Японии. Поскольку в истории этих стран было много землетрясений, их протоколы сильно продвинулись вперед, и мы используем их в Иране. У нас нет достаточной информации о Таджикистане и Туркменистане в этом отношении. И также стоит обучить население. Они должны знать, как себя вести, не поддаваться панике и всегда быть готовым к такому. С другой стороны, есть определенные правила при строительстве в сейсмических зонах. Инженеры обязаны строить дома в соответствии с новыми мировыми строительными нормами, чтобы уменьшить ущерб от землетрясения. Недавнее землетрясение в Турции силой 7 баллов по шкале Рихтера нанесло ущерб, равный ущербу причиняемому землетрясениям силой 9-10 баллов в Японии. Но японцы готовы к чрезвычайным ситуациям. Там строительство по правилам, население подготовлено, поэтому и возможный ущерб сведен к минимуму. Самые безопасные места – это дверные проемы дома. Обычно они остаются практически неповрежденными. Можно также укрыться в помещении под крепкими деревянными или металлическим столом. Не дай бог, если крыша рухнет. Такие столы выдержат и не сломаются. И лучше, если поставить их ближе к внешним стенам дома, чтобы в случае землетрясения спасатели могли быстрее добраться до человека. Самое небезопасное место в здании – это лестничные пролеты, поскольку лестницы первыми входят в резонанс и обрушиваются. В панике люди выбегают из квартир и спускаются по лестнице. Но тем, кто живет в высотных домах выше второго этажа, необходимо оставаться в своих квартирах, найти точки безопасности и переждать землетрясение. Большинство жертвы землетрясений в БАМе и Керманшахе в Иране погибли на лестничных пролетах. Даже если они устоят, есть риск получить увечья в толпе. Как вы думаете, возможно ли повторение в ближайшее время землетрясений у нас в стране? И как вы пережалеете? У нас пока на этом все. Оцените наши видео подпиской и лайком. До скорой встречи! Субтитры сделал DimaTorzok